Всем привет! Мне только что прислал видео мой подписчик один и говорит, Андрюха, это по твоей теме. Некто Иван Михайлович. Так вот, я так сотрю, думаю, ну, видео как видео. Я так раз посмотрел видео, потом второй раз пересмотрел. И, честно говоря, у меня глаза на лоб полезли. За два месяца 474 просмотра. Не тысяч, а всего лишь. Меньше полных. Я так сижу и думаю, бля, твою дивизию. Мне огромное, вы сейчас увидите этот ролик, это просто шедевр. Мне пишут просто в каждом видео. Вышли мне схему, покажи схему. Дай нам, как это все сделать. Здесь человека реально показывает рабочий образец. 474 просмотра. Потому что это нахер, никому не нужно. Так как я и говорил. То есть людям нужно одно. Вы приедьте домой, к нему поставьте. И валите в асфояси. Все. Все, что большинству людям нужно. Никто это делать не будет. Просто эта конструкция сделана из водопроводной трубы. Вы понимаете? Вот эта пластиковая водопроводная труба. И два уголочка, три. Три кусочка железа. Пару уголочков. Приклеплена на, я так понимаю, термоклей. Пистолет вот этот клею. И все. И это никому не интересно. Это ж не то, что там какая-то суперсложная конструкция. Понимаете? Элементарная вещь. Вы хотите создать вечный двигатель. Человек потратил свое время. Сообразил, как это сделать. Показывает готовое. 474 просмотр. Я так сотрю, думаю, бляха. Ну, у меня просто нет слов. Нечем говорить, понимаете? Просто одни эмоции. Если я сейчас его не покажу, то никто это и смотреть не будет. Это нафиг никому не надо просто. Понимаете? Это поражает человеческая бесконечная глупость. Они с удовольствием будут... Вот сейчас по запросу давайте. Прямо вот сейчас набираю. Что будет, если сесть какашку? Пожалуйста. Полмиллиона просмотров. Далее. 156 тысяч просмотров. 170 тысяч просмотров. 59 тысяч. 1,2 миллиона просмотров. Люди с удовольствием смотрят. Что будет, если вы скушаете какашку? Это так я мягко говорю, чтобы YouTube не поставил ограничения по возрасту. Понимаете? То есть люди будут смотреть в любое дерьмо, кроме того, что действительно приносит пользу. То есть вы поймите правильно. Там, где вот эти вот шоу, хайп, там нету истины, как правило. Хотя вы можете сейчас обвинить. Вот ты сам так ведешь. Ведут канал так, для того, чтобы, как говорится, потом показать какую-то изюминку. Вот сидит товарищ. И вот эта сама конструкция сделана из канализационной трубы. Видите, да? И, кстати, обратите внимание на кепочку Under Armour фирма. Моя любимая фирма. Я сам ношу эту одежду и обувь. Смотрим. Опускаем вначале мембраной вниз. Смотрим. Вот она плавает. Вы видите? Стоп. Обратите внимание. Видите, да? То есть конструкция плавает на поверхности. Сейчас я объясню, к чему это все. Вы просто сейчас... Это нужно видеть. Это нужно понять. Сейчас будете в шоке. Смотрите. У нас свободное плавание. Видите? Вот она всплывает. Еще раз. Она всплывает на поверхности. То есть весь груз, весь балласт она поднимает кверху. А теперь смотрим. Смотрим так. Вот. И теперь переворачиваем вверх ногами. Она здесь местно мало. И она утонула. И смотрите, она утонула. И опять сейчас он перевернет. Теперь мы достаем его оттуда. Переворачиваем. Опять. И оно всплывает. Видите? Свободное плавание. Вот. Еще раз. Опускаем. С этой стороны. И он утонул. С концами. А теперь смотрим самое важное. Ссылочку на это видео я поставлю. Есть еще вот такая установка. Смотрите. О ней постоянно говорит Андрей Маклакал. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня у нас тема, которая касалась впервые 2,5 года назад. Вот, в принципе, вот эта вся установка, так это работает генератор РОЖ. То есть, на работает лифте Архимеда, так называемый. То есть, эта система, видите, вот такие вот бачки, пустые и с водой. Они пустые, с воздухом поднимаются вверх, с водой опускаются вниз. И такое получается, как бы, вечное движение. Многие написали, что эта система не будет работать, поскольку придет и пустые они уравновешиваются. Эта система остановится. Так вот, генератор РОЖ построен, скорее всего, я так думаю, по вот этому принципу, который показывается на канале Валерия Белоусова. Далее, здесь человек, смотрите, открывает, показывает, что находится внутри. Внутри, там воздух, сейчас я вам покажу. Тут поршень, там ничего нет. Пусто, мусор какой-то был. И здесь, вот, цилиндр и пусто. Все, ничего особенного. Этот балласт потом нужно положить вот в этот вес, и тогда он будет иметь более красивый вид. То есть, сам факт, что вы просто берете вот эту конструкцию, я поставлю ссылочку, и здесь еще сам Валерий Белоусов показывает опыт, как это можно сделать. Объясняет фактически на пальцах, что можно с этой установкой, как ее провести, как ее построить. Поплавок переменной плавучести. Работу этого поплавка заодно увидите и вы. Сразу предупреждаю, что здесь есть маленькая болезнь. Вот, если заметите, у меня центр всплытия вот здесь, а центр погружения вот здесь. И у меня, получается, поплавок пытается, тонет и пытается внизу перевернуться. Вот. Ну, это такой, вы уже извините, я не нашел такой крышки, чтобы был этот патрубок, был пациент. Вот, а дабы, он вертикально бы двигался. А так, получается, крутящий момент. Но эффект вы увидите, что действительно поплавок может и пооружаться, и подниматься. Смотрим следующий кадр. Итак, показываю. Значит, опускаем вначале мембраной вниз. Смотрим. Вот оно плавает, мы видим. Вот оно свободное плавание. Видите? Вот оно всплывает. Да? Вот. И теперь переворачиваю вверх ногами. У нас здесь места мало. И оно утонуло с концами. Теперь мы достаем его оттуда. Переворачиваем опять. И оно всплывает. Видим свободное плавание. Вот. Еще раз опускаем. Гортик с этой стороны. И он утонул с концами. Вот он. Видите? Вот он тонет. И старается перевернуться. Еще раз. Поплавает. И тонет. То есть, мы видим, перед вами демонстрируем поплавок переменной плавучести. Скажем так, предмет, имеющий переменную плавучесть. Одни люди говорят, что бесконечное движение можно создать. Другие люди говорят, что создать его невозможно. Каждый исходит из своего кругозора, знаний и мышления. Кто что хочет, пусть тот и говорит. Но хочу вам сказать один нюанс. Это мертвый инженер, если он не мечтает о бесконечном движении. Если конструктор пытается создать вечное движение, за это он уже должен себя уважать. И люди должны его уважать. Бесконечное движение можно искать и найти. Или не искать и ничего не найти. Я вам только что показал съемки поплавка переменной плавучести. Остальное уже за вами. Если вы желаете увидеть, как работает. Остается лифт Архимеда и полный вперед. Значит, что вот этот металл здесь. Это металл, просто балласт для нулевой плавучести. Его надо переместить. Этот вес нужно переместить вовнутрь. Потому что это образец, который самый первый, экспериментальный. Потом дальше уже шла разработка. А это первый пробный, чтобы убедиться в том, что переменная плавучесть существует. Внутри там воздух. Сейчас я вам покажу. Всем доброго времени суток. Вот закончил сборку механической части пневмогидравлического генератора. Осталось только просверлить отверстия в бочках для выхода воздуха. И в каждый фитинг установить вот такие реактивные сопла. Вот теперь занимаюсь магнитным генератором. Тестирую его. Так что ждите новостей. Скоро будет запуск. На следующей неделе планируем запуск, опускать воду. Вся установка работает довольно мягко, хорошо, как и планировалось. Возможно требует небольшой дорегулировки. Но это все рабочие мелочи. Так что всем пока. Ждите новостей. Подписывайтесь на мой канал. И всем удачи в поиске свободной энергии.